Приложение для заработка голды, ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу приколы и баги, выпуск 59. Начнём мы вот с такого вот забавного момента. Т-49 тут засветился и пытается уехать, но застревает в этой горе. И Тапок едет прямо за ним. Это последний противник и в принципе он может спокойно затащить этот бой. Но давайте посмотрим, что же он сделает. И Тапок едет и похоже он просто пытается нырнуть за Т-49. Он прыгает на него, но просто пролетает мимо и разбивается. Эпичный фейл, но как же так мог бы затащить этот бой, но вот так вот сфейлил. Леопардик начинает выцеливать противника, встаёт на край обрыва и, как вы наверняка догадались, сейчас произойдёт баг. Раскручивает Леопарда и он падает вниз. Стандартный на самом деле баг, когда игрок встаёт на край обрыва, происходят очень часто такие вот ситуации забавные. Т-54 выезжает на ИС-7, стреляет по нему в движении и пытается, в общем, его закрутить. Дальше он стреляет в борт и происходит забавный баг. ИС-7 подлетает немного вверх. Такая вот громадина тоже иногда может чуть-чуть подлетать. Ну, совсем немного, но всё равно прикольно. А этот прыжок я назвал полёт ястреба. Т-49 прыгает на рту и в полёте уничтожает её эпично. Ну и сам разбивается, но это уже не важно, потому что победа в этом бою. Давайте посмотрим с другого ракурса. Очень красиво получилось. И, в общем, зачёт. А вот, ребята, нашли довольно интересное место на карте Аэродром. Можно затолкнуть ЛТ-шку вот в этот ангар. Правда, для этого потребуется три очень тяжёлые машины. И давайте посмотрим, что нас ждёт внутри. И там два разбитых самолёта. Видимо, за ними никто не следил. И бедные самодотики тут лежат без дела совершенно. Ну и вот, ЛТТБ нашёл себе отличный, красивый, просторный домик, где он будет жить. И тут ему будет просто отлично. Очень хорошее жилище, безопасное. Правда, эти два разбитых самодота можно убрать, хотя они могут служить декорацией. Похоже, у нас танчики тоже умеют трансформироваться. Например, этот ФВ-215Б падает на Батчата. И потом посмотрите, что происходит с его орудием. Она опускается вниз и потом поднимается сверху из башни. Наверное, эта ФВ-шка хотела трансформироваться в робота, но потом передумала, когда Батчата уничтожены. А вот ещё один эпичный баг на полёт на карте Сталинград. Я когда его увидел, честно говоря, он меня очень сильно повеселил и поднял мне настроение. Ну, надеюсь, вам тоже понравится. Маус подъезжает к Бульдогу, спрашивает, что с ним, и тот отлетает в сторону. Но это только начало. Вот следующий баг, это жесть. ИС-8 опять трётся об этот подъезд и подъезжает Маус к нему, толкает его. И посмотрите, что происходит. ИС-8 улетает куда-то на Луну, а Маус как пушинка отлетает в сторону. Меня особенно Маус позабавил, как вот такая вот громадина ещё способна так отлетать. В общем, отличная физика. Давайте посмотрим с других ещё ракурсов, как улетел ИС-8. Больно уж круто получилось. Бывает такое, что тебе очень сильно не везёт. И как бы ты ни играл, всё равно идут сливы. И похоже, это произошло с С-3. Он просто едет в атаку в начале боя и думает, наверное, о том, как он будет сейчас тащить. Но посмотрите, что происходит. ИС-152 откуда-то издалека стреляет в башню по КВ-4 и снаряд отлетает в этого несчастного ИС-3. И взрывает ему БК с первого же выстрела. Хотя он там вдалеке где-то за горой ехал. И, казалось бы, ничего с ним не будет. Но тут раз такая случайность и ИС-3 попадает в ангар. Так ничего и не сделав в этом бою. Что-то давненько у нас не было эпичных вертуханов на КВ-2. И куда же без них. Игрок только начал бой, едет себе, смотрит сразу куда-то в поле. Похоже, это какая-то привычка у игроков на КВ-2. Видит он светляка. И, конечно же, с вертухана на ходу кидает по нему. И забирает, естественно. А как же еще иначе? Это же КВ-2. А вот как нужно расправляться с вражескими барабанными ЛТшками. Ружка встречает АМХа и просто таранит его, ставит на дыбы и сталкивает в воду. Эпично получилось. Тяжелый советский танк Т-150 таранит на полной скорости ЧИТО. И после чего происходит баг. Т-150 отлетает в сторону и вов так раскручивает нехило. Похоже, этот советский танк решил дать вертухану ему как следовать, этому японцу. И получилось как надо. Ну, в принципе, как и всегда. Это все-таки советский танк, а вертухан у них это в крови. Итак, а на этом у меня все. Спасибо огромное всем, кто присылает свои реплеи. Благодаря вам эта рубрика развивается. И не забывайте, что вы тоже можете всегда присылать свой реплей с багом, приколом или другой какой-то смешной ситуацией. И у вас есть вполне реальная возможность выиграть голду. Итак, на этом все. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok